В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студиал Сущепотева. Здравствуйте! Очередное заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на территории Янаульского района прошло в четверг 8 октября. О текущей ситуации по санитарно-эпидемиологическому благополучию по коронавирусной инфекции на территории района рассказал главный врач Янаульской центральной районной больницы Тимур Мадьяров. Он также рассказал о мобилизации систем здравоохранения и создании безопасных условий для работы медицинского персонала, оказывающего помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Одной из главных мер профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией остается соблюдение масочного режима и режима самоизоляции отдельным категориям граждан. В группу риска по-прежнему входят люди пожилого возраста. О принимаемых мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях Янаульского района рассказала начальник управления образования Эльвира Шаихова. В Башкирии 112 школ частично закрыли на карантин по коронавирусу. В них на дистанционное обучение перевели 203 класса. В нашем районе все образовательные учреждения работают в усиленном режиме. Пять классов лицея закрыты на карантин. Непростая ситуация с заболеванием в одном из дошкольных учреждений района. В детском саду номер 15 «Дельфин» диагноз COVID-19 подтвердился у нескольких сотрудников. Специалисты всех ведомств обсудили все возможные меры по усилению профилактических мер, в том числе строгое соблюдение масочного режима и соблюдение социальной дистанции. Ситуация в республике по-прежнему остается тревожной. Количество зараженных COVID-19 продолжает увеличиваться. Тем не менее, многие жители района перестали носить защитные маски и начали активно общаться между собой, игнорируя все рекомендации Роспотребнадзора. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране – более 1,2 млн жителей. В Башкортостане их число превысило 9 тысяч человек. За последние сутки прибавилось еще 46. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала помощник-эпидемиолога Зинфира Газизова. По состоянию на 8 октября в Янаульском районе зарегистрировано всего 564 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Из них один пациент со средней степенью тяжести заболевания получает медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 13 пациентов госпитализированы в госпитале города Нефтекамск. 122 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением 415 пациентов. Итого, на данный момент в районе получают медицинскую помощь 123 пациентов с диагнозом COVID-19. На 14-дневном карантине находится 170 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 75 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 174 человек. Все подразделения Янаульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. На сегодняшний день ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным результатом анализа маска на COVID. Организована амбулаторная поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За период со 2 по 8 октября в районе выявлено 85 новых случаев. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к населению с просьбой продолжить соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией, носить маски в общественных местах и закрытых помещениях, сохранять социальную дистанцию, чаще мыть руки. Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября в годовщину Всемирного почтового союза. Он был создан в 1874 году в столице Швейцарии Берни. Официальное сообщение о проведении праздника прозвучало с трибуны Конгресса Союза в 1969 году в Токио. С тех пор Всемирный день почты ежегодно отмечают во многих странах мира. Во всем мире существует порядка 650 тысяч почтовых отделений, в которых работают более 5 миллионов сотрудников. Почта не имеет аналогов в плане масштабов по предоставлению услуг. Бесперебойно работает почтовое отделение и в Янаульском районе. На передовой линии стоят почтальоны. Ежедневно они обрабатывают несколько сотен экземпляров корреспонденции и квитанций. Работа требует внимательности, усидчивости и, конечно, скорости. Буквально через несколько часов все письма и газеты будут доставлены до адресатов. У нас отделение связи работает 12 почтальон. Они занимаются доставкой корреспонденции, письменной корреспонденцией. Сейчас у нас мелкий пакет до 2,5 килограмма, ЕМС, ускоренная почта. Это у них ежедневная работа. Каждый на них приходит с 8 утра до 5 вечера работать. Также у нас приходят эти мелкие пакеты, вот эти с доставкой на дом уже, они их доставляют. Ежедневно приходят по 300, по 400, вот сейчас налоговые письма, они по 2, по 3 тысячи приходят, по 4, вот когда пик налоговых платежей. Елизавета Васинкина работает почтальоном вот уже 10 лет. Все это время она трудится на одном и том же участке. Многие жители знают ее в лицо и за это время стали по-настоящему близкими людьми. С нетерпением своего почтальона ждет и пенсионерка Юлия Умутаева. Признается, почтальон приносит не только газеты, а еще и хорошие новости. Постальон у нас аккуратная и хорошая девочка. Всегда вовремя приносит, что-то надо, так постучит. Потом здесь подскажешь, так приносит. Вовремя, все молодец. Постучит, позвонит опять. Вам надо такую газету? Я каждый год выписываю. По 4, по 5. В прошлом году, по-моему, 7 даже выписывала. Я же постоянно записываюсь. Без них скучно. Ну, и все лечебное, конечно, большинство. Подпиской заходим, общаемся, заказными письмами ходим. Заходим тоже по квартирам, по домам. Ну, так и знакомишься. Ну, у меня 5 этажек, вот, 23 дома. 6 этажек новые, вот, 2 дома тоже. А трехэтажки где-то 22, 52 квартал. Так не могу сказать сколько, но по домам много выходит. Мне эта работа нравится тем, что я за фитнес не плачу. Наоборот, не платят. Работой своей наша героиня гордится. Считают ее нужной и важной для людей. Ежедневно в ритме быстрой спортивной ходьбы Елизавета проходит десятки километров. Несмотря на то, что современные технологии стремительно входят в нашу жизнь, теплые письма и запах свежих газет все же ближе электронных сообщений. Во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день зрения. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением. Из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов человек имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения. Тем не менее, специалисты уверяют, что 80% всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить. Всемирный день зрения – отличный повод задуматься над тем, насколько важную роль зрения играет в нашей жизни и сохранить в здоровье своих глаз на долгие годы. Семену Примакову уже 7 лет. Бойкий сорванец с легкостью отвечает на все вопросы врача-офтальмолога. Картинки побольше даются с легкостью, самые маленькие значки поддаются не все. Серьезных проблем со зрением у ребенка нет, все в пределах нормы. Современные гаджеты – самые главные враги зоркого ока, уверяет врач. В последнее время отмечается рост заболеваний глаз у детей, связанных с нарушением рефракции. И я считаю, что это связано с тем, что в последнее время дети обучаются дистанционно, приходится много сидеть за телефоном, за компьютером. И слабая мышечная система у детей из-за того, что ведут малоподвижный образ жизни. И все это вкупе приводит к тому, что нарушается аккомодация у детей. И хочу обратить внимание родителей на то, чтобы укрепить ребенка, соблюдать режим дня, режим питания, прогулки. И обязательно регулировать просиживание детей за компьютером, за телефоном. Детям дошкольного возраста желательно вообще, чтобы они не пользовались телефонами. Вообще это средство связи, поэтому они в этом еще не нуждаются. А приучайте их к тому, чтобы они занимались развитием мелкомоторики. Они собирали пазлы, собирали роботов, рисовали, таким образом развивали мелкомоторику. А старшему возрасту больше обращать внимание на то, чтобы делать гимнастику для глаз, укреплять спину, заниматься спортом, легкими видами спорта. И, естественно, конечно, правильно питаться. Сейчас осень. Для того, чтобы не снизился иммунитет, еще употребляйте витамины. Витамины, лучше мультивитамины, чтобы там были перечислены все витамины А, Б, С, Д, Е. И еще были микроэлементы, нужные для работы мышц глаза, для укрепления работы мышц глаза. И употреблять те овощи и фрукты, к которым у ребенок привык. Наши родные. Морковь, капуста, свекла, яблоки. И, естественно, еще, конечно, и дополнительно витаминные комплексы давать. В конце сентября в нашем городе появилась новая весомая достопримечательность. На территории историко-краеведческого музея установили танк ТЭЦ-72А. Его нашему району выделило Министерство обороны России по программе демилитаризации списанной техники. Военная техника прибыла из части, расположенной в Верхней Пышме Свердловской области. Первым делом танк прошел ремонтно-восстановительные работы и покраску. Также с него было снято все боевое оборудование. Теперь каждый желающий может посетить новый объект нашего города и сделать фото с легендарной машиной на память. О том, что в нашем городе появится такой объект в виде военной техники, демилитаризованной, мы обсуждали с жителями уже, наверное, больше года. То есть мы обсуждали, куда нам его лучше поставить, где его хотят видеть жители. Были несколько вариантов предложены. И большинство, и, наверное, это правильно, проголосовало за то, чтобы этот танк был установлен на территории городского музея, районного музея. И за этим самым, в общем-то, тянется еще цепочка событий, которая предстоит на этих территориях вокруг этого танка, вокруг этой территории музея. В ближайшие 2-3 года в рамках программы по благоустройству общественных территорий мы планируем, что эта территория вокруг музея благоустроится. Здесь появится так называемый музей под открытым небом. Возможно, здесь появятся еще дополнительные какие-то в перспективе объекты военной техники. Соответственно, ну вот эта территория, она приобретет новую жизнь. Рядом достроится многоквартирный дом. Несмотря на то, что пока эта территория так неблагоустроена, у нас территория парка, видно, что люди все равно посещают эту территорию, приходят. Им интересен этот объект, танк, фотографируется. В общем-то, это тоже отрадно, что в городе вот еще одна такая фотозона, так скажем, объект для изучения, для интереса жителей появился. Планируется привлечь сюда уже урбанистов, архитекторов, краеведов, которые поработают, и музейных работников, которые поработают над содержанием вот этого будущего, так скажем, парка. Это будет открытая общественная территория, которая будет открыта для посещения всех желающих. И, ну вот, интересной такой площадкой информационной должна эта территория стать. В 2019 году в нашей республике стартовал проект «Спортивная борьба» в школы Республики Башкортостан. В этом году в рамках этого проекта открывается 46 новых обновленных спортивных залов, в том числе и в Янаульском лицее. В проекте задействованы все учащиеся школы с 1 по 11 классы. Если ученики младших классов будут заниматься общефизической подготовкой, то, начиная с 5 классов, ребята смогут углубленно изучать спортивную борьбу. Спортивные залы будут оборудованы ковровыми покрытиями, манекенами, настенными протекторами, шведскими стенками. Как уверяют специалисты, занятия будут проходить максимально безопасно для детей. Здесь определенные у нас условия были для того, чтобы это попало в общеобразовательное учреждение. В первую очередь, это нужно помещение нам, где мы можем стационарно класть ковры. Второе условие, это у нас, чтобы был учитель или тренер-преподаватель, неважно, или в детской спортивной школе он, или при школе как учитель физкультуры. Вот такие небольшие условия для того, чтобы появилось в школе данный спортивный зал. И этот проект с недавних пор, он станет федеральным. Федеральный проект, то есть этот проект хорошо реализуется в Калининградской области, и Московской области, в Москве. И вот мы сейчас подключились в течение вот этих вот буквально двух лет в серьезном формате для реализации данного проекта. Основная задача, конечно, это не просто, чтобы у нас вот эти вот залы, они были оборудованы красиво, да, вы видели, они у нас красивые, довольно-таки смотребельные залы. Самая основная задача, чтобы эти залы работали, жили, то есть и в урочное время, и в неурочное время. Безусловно, чтобы именно дети, начиная, вот он для этого и поделен на два этапа. Первый этап – это первый-четвертый класс, второй этап – пятый-одиннадцатый, чтобы именно весь охват обучающихся были задействованы в данном проекте. То есть здесь задача именно детей, чтобы они были, общее физическое развитие у каждого ребенка. Я думаю, это в первую очередь, что должно быть с ребенком на уровне образования, роста. В урочное время это те, которые у нас здесь обучаются, а после шести – это уже здесь, как они выстроят секцию спортивной борьбы по единоборствам. Здесь уже идет не только спортивная борьба, а так и тот вид единоборств, который, допустим, развит в этом данном районе. То есть это уже только приветствуется, если этот зал будет работать и в урочное, и в неурочное время. И это, пожалуй, все главные события к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Температура воздуха ночью плюс семь, плюс шесть, дню плюс восемь, плюс двенадцать. Девятое октября. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин. Словно предвидя 1813 и 1945 годы, граф Шувалов тогда изрек. Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно. Наши войска брали Берлин три раза в 18, 19 и 20 веках. Мама, какой классный подарок! Мы выбрали Марью Петровну на День Учителя. А мне носок останется? Конечно! И носок, и на шоколадку. Мы же закупаемся в находке. Кофе-жокей 99, конфеты Мерси 139, плед 799 рублей. Позволь себе больше за меньшие деньги. Акция действительно до 5 октября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Куда без маски? Милейки! К Л going! Милейки! Милейки! Продолжение следует...